Здарова, народ, приветствую вас на канале Парадею и Чилл. Да, это я. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Всё будет круто, зашибенно, приятного вам аппетита и просмотра. Смотри, муха. Скоро. Вверхом на коня. Кажется, надо поджать гориллчей, тогда уже к оперной хору. И пока все уснули. Ума. Ужор. Вон, смотри, какой урод ебанутый. Вот. Да нет, ладно. Да ладно, подожди. Да вон, руки фанкши. О, ты ебаная комарь, есссука. А как его? А знаете, что говорят? Что Ашкуди убивает. Ну это уже, это уже с особой жестокостью было. А, он упал. Чё себе, побибикай тоже. А в чём побибикал, как думаешь? Я не знаю. А если какой-то на нас смотрит на дороге и думают... Американцы! Ну или, ну или думают, ну плюс лайбик какой-то они испытывают, когда вот так видят, а мы тут в окошечке сидим. Конечно. Да, блядь, все, все мечтают иметь такой дом, как у нас, на колесах. А что это? Родетка. Чё, родители говорили нельзя, а что вы мне сейчас делаете? Конечно. Чё, предки, где вы? Ладно. Давай так. И работает телевизор. Хартер. Пока вся школьная часть нашей аудитории ушла, мы остались только взрослые, смотри, плюс люди. Конечно. И мы здесь вдвоём, и никого здесь больше нет, за нами никто не наблюдает? Нет. У тебя шею путь? Шею путь? Шею путь, да, шею. А, в поле. В каком? По бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Нет, кто-то должен низкий, а кто-то высволь. Давай, я низкий. Да. Сяду я, сяду я верхом на коня. Вот дальше я не беру ноту. Ну, а ты попробуй. Не получается. Я тоже думал, что не беру. А потом... А в рот берёшь? Отсюда видно пресень. Вот мой дом. Ладно, Лёха, вот так. Отсюда видно два моих дома. Вот в этом я жил, хорошо скажешь, что секс, 16 в корпус один. Вот так, Лёх, самое экзотическое место для секса у тебя где был секс? Фух, самое экзотическое место. Самое необычное, да? Блядь, ну, слушай. Ну, обычно на кровати, но самое необычное, наверное, на диване, в гостиной. Ты экстремал ебанутый. Как ты его говорил на это? Ещё раз, ещё раз, ещё раз, ещё раз, чтобы ты понимал. Были открыты шторы. Да ну, нахуй. Я просто экстремал, ещё. А у тебя? Поди-ка с на стиральной машинке. У меня реально есть история экзотического места для секса, за которое ебануто стыдно. Давай. Ну, я бы её мог рассказать только тебе, но не точно, не на большую аудиторию. Подожди, дай угадаю. Дай попробую. Я угадаю, да. Ну. Дом престарелый? Нет. Экзотический. Ещё варианты? А-а-а, в хлеву, где бычки стоят там. Не знаю. Нет. Ну, все навал. Ну, это одно и то же. Да ладно, в кустах в парке ты ебался тебе рассказывал. Нет, я не ебался, кстати, ни разу в кустах в парке. Понятно. Надо было закончить на фразе, я не ебался ни разу. Слушай, ну у меня был в кинотеатре. Реально? Там же камеры. Ну, мне кажется. Ну, там же камеры. Ну, не было видно. В смысле, там камеры инфракрасные, а не в темноте видно. Ничего страшного. Нет, реально. Я давно ещё был в электростале. Так они сейчас, кто смотрит, сейчас сразу в архиве залезут. Блядь. Теперь Рейки Нож в свой зал. Да, точно, скажи. И номер билета. Ой, блядь. Есть кто в кинотеатре работает? Можете потом проверить, пиздит он или нет? И как? Сам себе, шеф, правильно? Когда настолько одинок, понял, что приходишь в кино один. Сидишь, сидишь. Да нет, ну ты что? Да нет, я не буду здесь. Ты что, дурак? Да. Не, ну ты сумасшедший. Нет, такого у меня не было. Если серьёзно, ты вот сказал какое-то жёсткое место для секса? Автомобиль подходит? Ну, это не... Ну, мне, кстати, ни разу не было секса в автомобиле, но это как будто не экзотическое место. Нет, секса в автомобиле у меня тоже ни разу не было. У меня секс с автомобилем был, секс, когда кардан отъебнул. Вот там я ебался на пять часов. Типичный разговор в трейлерном парке. Это... Ой. У меня в машине были поцелуи. Вот какой-то намёк на продолжение и пердежом звонял. Вообще, пожалуйста. Иван, фу, блядь. Окошко. Как будто это... Что-то сдохло. Какой плюс вайп, что есть вот такая штука? Стой, Зоя, не дрочи. Стой. Подожди. Убери нахуй руку, что ли? Чифур просто сносит на... Фу, блядь. Ну, ты заебал гердейца, Аня. Ну да, Лёх, конечно. В эту же... В вазу. Чисто американская, да? Киноминетик. Киноминетчик. До сих пор не приготовили, сука. Когда уже зазвини. Коша спиздил, у них пейджер. Он стоит, знаешь, сколько это? Тысяча три, наверное. Поди-коси. У меня есть на камере момент, когда я тебе говорю, что надо его вернуть, ты говоришь, что потом завезём. Так что это на тебе ответственность уголовная. Э, чё, чё, въебёшься, таксист, нахуй. Я думал, ты опять в галлюцина. Э, ты меня ударить решил? Бля, я не понимаю, что они там делают так долго? Одежду собирают. Развлекаются, может быть. Бля, а у тебя когда-нибудь... Был секс? Нет, не было у тебя. Префа, Матведь. У меня были скрытые отношения. Когда я тусовался в компании, в одной большой компании, очень долгое время, а потом из этой компании с девчонкой мы втайне от всех начали мутить, но никто этого не знал. И мы вот так вот сидели, как с тобой разговаривали, разговаривали, потом уходили, целовались и возвращались, как будто мы просто до магазина ходили. Реально? Да, очень необычное чувство такое. Прикольно. Мне кажется, вот сейчас горилла часа, а не почему ушёл он долго так. Прикольно. У меня было похоже, о чём ты говоришь, давным-давно. Ну, это как будто подогревает как-то, ну, такой вот холодок внутри есть. Это не то, что подогревает, это просто пиздец. А потом я раскрыл эти отношения, знаешь, как? Расстался. Нет, тайно расстался. Даже она об этом не знает. Просто приходит в компанию, ты говоришь, при всех, мы расстаёмся. Как ты раскрыл? Ну, мы вот, типа, стандартно тусовались в компании, на хате у неё, стандартно просто, вот как обычно мы сидели. Я в какой-то момент, я в какой-то момент просто поворачиваюсь и говорю, «Слушай, я тебя сейчас засосу». И она говорит, «Давай». Я туда не вернусь. Ты неси по пулю менё! Да. На неё едем? Блядь, муха. На за неё едем? Да. Поча, да. Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошёл отразить в сумме, взял себе роликс и гуч. Ну, эти все при всех засунули. Да, да, вот-вот-вот. Ну, у нас это прям классическая компания, в которой мы очень давно все вместе другу знаем. Ну, и никаких, понял, ни секретов, ничего не было такого. И вот в какой-то момент мы просто играем в какую-то игру, я не помню, настольную. Типа ближе для камеры. В настольную какую-то игру или что-то типа того. И я в какой-то момент говорю, «Я тебя сейчас засасываю». И? И она говорит, «Да нихуя не засасываешь». Вот так, понял. И все, ну, просто в компании так, типа, обращают внимание. И я беру прям жесткую и засасываю при всех. И у всех так вот просто, понял, на 10 минут у всех просто застанело. Ну, вот это, блядь, то же самое, если вот просто, вот прикинь, мы в компании там 3 года, ничего не происходит, а тут ты резко встаешь, говоришь кому-то. «Да я сейчас тебя засасываю». Кому? «Ну, любому». «Саня, я тебя сейчас засасу». «А давай». «Но тут никакой интриги». Тут это и все, и было понятное. «А давай». «А давай». «А давай». «Более вайбовый ракурс». «О, это вообще супер вайбовый ракурс, бля. У меня такого не было». «Лайб ебанок» «А секс экзотический». Знаешь, где у меня был? «Где?» «Ну, это между нами». «Ну, это ебану-то…» Ну, это было давно. «И между нами». «И между нами». но это противоестественно противоестественно это неправильно давай подожди только не говори что чуть потише у нас тут вот есть понял аквапарки и в аквапарках есть общий бассейн большого да вот там хлорки да охуеть хлорки где все купаются в грязной воде да 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 именно то есть писька в письку хлорки кого-то название понял портухи писька в письку в хлорке реально там же пиздец бедная вагина у девочки кошмар же там наверно потом не сразу же эти как явление все норм как это максимально ну типа это прям тупо потому что я потом только начал задумываться о том что типа там же но это же общественный бассейн там типа все плавают порядка не проплывал на рукавник оплывали хуевали кашбат кошмара как ты прикрывался обнимать не так было что вот понял круглый бассейн все сидят я в какой-то надо а это такой большой бассейн это молча было или нам ва хуа по-другому со мной только молча бывает и вообще ну кричат только в порт да конечно и хуи большие только в порно да я видел врач один говорил 13 сантиметров это норма вот у мужчин да иди женщина нагрел что больше не не важно какой член вас как он управляющий у меня намного больше да у меня тоже в разы это как раз ну реально в разы ну типа не в раз мой образы но не раз как тип на один больше в разы так умножение умножение 26 сантиметров у тебя дура ебаная таких не бывает членов а а у горилл три сантиметра мы это знаем может там не пиздеть крути баран горилла буля так досталась села нахуй ебануты от природы еще и хуи им большие давайте выдадим у нас все понимаешь в балансе вот лёха просто юморист куда ему еще больших он берет как бы своим своей этой харизмой наградил меня природа наградил вариант да нечем не похвастаться обычных у меня не маленький небольшой обычный хуй средний обычный хуй знаешь это типа понятия растяжимых странно звучит понятие какой средний статистический хуй но 25 но я ну вот средними средний вообще если гугли там 12 13 сантиметров меня больше гораздо а вот гораздо опять же что значит опять же сантиметр 23 нашего места 37 минут ну ехали что делать пишут что у тебя залопа сильно да это фейк а показывал недавно фотку на я нормально там обычная зуба но если честно это я распустил этот фейк едем на точку там будет квадроцикл мотоцикл с люлькой или люлька и илюшка там будет подскажи илюшки тоже возьму тепленькую одежду возвращая вас обратно мужики тихо не кричите ну напугали блин все хочу сказать смотри блять что хотел сказать забыл был как так как такое может быть что важное все сказать сказал вот это супер для торчит на какой-то хочу хочется ну любовь можно давай вопрос не промо свизуализировать вот ты смотришь вот так вдаль мечтательно а потом вот так руку и вот сюда вот так и приделаю девушку которая тебе подойдет по монтажу то попробуем просто кого-то и обнимаешь и целуй чуть счетчик аккуратненько да и нахуй слушай мы с мужиками на рыбалку давайте так вот сейчас я придумал ебанут хайповый шоу вот вы вдвоем а так вот же нет подождите вы вдвоем распределитесь как будто отдельные люди так и закройте глаза вот отдельные закройте глаза закройте только честно не открывать я говорю кто из вас а вы показываете пальцем кто из вас самый красивый кто из вас любит поспать больше кто из вас любит поесть я кто из вас больше всех пиздит на публику кто из вас крашек кто из вас первый начал кто из вас самый хайповый кто из вас подтянул другого и достала вы из челябинской из дыры у кого больше член у кого меньше член у кого среднестатистический член он не поглядывает не они нет но не подглядываю кто из вас встречается с корей кто из вас в тайне встречается sky кто из вас главнее в хозяевах ёбаный раз я возьму цене у меня поглядывая поглядывая ни разу не поглядывая продолжаем да да я за самый красивый вы было было уже глаза более закрытыми не ну ты наоборот выспишься а я придумал давайте кто можно кто из вас более талантливый музыкант у меня вообще медведь на ухо наступил кто из вас богаче кто из вас тупее кто сосал а то так еще может кто у кого круглая пусть свет возьмет свет кто дружит с коли ради выгоды чтобы он ему купил мерседес у кого шило в жопе кто лучше целуется все хватит тик ток тик ток я не знаю на чего он отвечал как лучше не знать жесткий хайп сани ты придумал ты вообще молодец так тем временем если фото жабы тем временем за ногу трогает сука волосатая хуйня покажи мне оооо так это не я ж блять а точно фотофак так мы уже наверное да а че там появилось а че там подожди где-то у себя смотришь да а блять нереально никто не скинул вот это как тебе поближе не видно и делали хать просто чел благодарю тебя ставьте класс и подпишись на канал про девич вот балтиков это мы спистили случайно в этом курсе всеркоре все вкупаться на бомба не блять челлендж кто помоется в душ на ходу просто хочешь помыться и решил это в челлендж обернуть я за рулем но ты можешь за одновременно и за рулем и помыться нет как будто тепло на нейтралку что поставить горки поедем я просто включил отопление ты включил отопление где показывает стол сломаешь это ладонь ебать это кто ебать это александра классика такая темка еще есть да ахуеть я покажу девочка которая девочка девочка не знаю но человек который то нарисовал это вообще великолепие просто спасибо тебе большое солнце я сейчас я щас покажу я и гориллыч а вы вернете это нет тихо муха саныч на голове у вас нахуй столько залупы не повлуплялись за ночь блять не на фолликулы муху убегай пока можешь сознание потерял было вот на свету ой вот это прикол вот такое меня интересует последний талант и в один спорткарте так в любом месте можно расположить вот где-то понял на краю горы встаем и чтобы это вот на вид какой-то красивый ручник отпускаем нейтралочку и пошла чуть толкнуть просто нихуя че за красотка вот это что нахуй можно узнать тихо кто ломится имя отчество с кефиром и с термосом яцкевич 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 давай ломайку знаете чисто там шоу мимо двух парней ну типа подписчиков они вот так вот в телефон короче уткнулись вот так вот я мимо них прошу ничего не видит вот так вот мужики ну чё по коням чё за красавица как здесь приятно вот просто вот просто присаживать вы сделали это фантастика фантастика у меня правда голова болит до сих пор знаешь главная боли от чего лучше все проходит когда лёха шкурюшку тебе выдыхает ладского что попозже привет это классика салимом тут салима куда мы едем и у яси бля ты чё блин я это сколько лет надеюсь не во сколько какой-то другой здесь мне кажется вайп возле какого-то озера будет в курсе тоже здесь можно есть водохранилище в курсе что здесь можно сделать крышу тебя на это и планировали да и похуй нам надо какую-то такую купить но дорого блять нет таких средств на если конечно а сколько самый простой маке в ладку это вполне может такое нам купить на компанию но это его просить надо заебал конечно это то о чем я мечтал я мечтал что сделают такси в котором можно будет спать с кровать типа что вот тебе надо куда-то ехать с утра на съемку на этом час-полтора сел да просто лег туда и уснул убью сука как будто хорошее вложение это вот это прям 5 стоит именно это на поляну она же прям такая как будто не может 5 1010 года она же приму гаджу гаджи новые по четырнадцать и на этом но поменять на что-то понове как варик до любом случае говорил шором на компанию поэтому нужно на компанию до поменять равноценный обмен до 2 написать кстати каролина просила передать то что она не вынуждена держит меня дома я по своей воле смотрел аниме реально каждый день смотришь аниме ничего не хочу у тебя заклеена болячка чего и говорят что саня тихо разговаривать я вот ни разу не замечал в жизни я стул просто нормально а у нас отличный да переиграл как можно не заметить то что саня тихо разговаривать никогда не буду в пусть потому что когда я регулирую звук финальном видео я вот такая вот все вот такая дорожка идет и саня ну вот вот эври тайм давай подавали он белого ими маму а вот так вот ой ты далеко но как со моим окном и я рад тебе буду вижу мигом не забыл как твой любимый цветок воздушный поцелуй станет самым горьким я много куда опоздал ты зови не забыл как твой любимый цветок хотим о белорусских дыбке спуяли он должен быть мне жив ну он там что-то в тюрьме был блядь какой вайп просто хочется окочуриться нахуй под такой вайп не вайп будет вот когда у нас будет скорее гореть костерчик чуть дальше от фургона отойти потом встретится фургон, фары горят, костерчик горит ебать как брекинг-бэд фургон горит нахуй тима белорусских пел что? у меня с ним будет подкаст в смысле? с тимой белорусской серьезно? не пиздишь? нет ебать да ну нахуй я не знал ебать бля, можно хотя бы оператором побыть? послушать это все ебать и монтажером можешь побыть вот монтажером смело можешь нет, нахуй нет а ты вот за какую-то сумму ты вот за какую-то сумму согласился бы сейчас быть монтажером снова? или готов бы ты был монтировать, например, что-то? нет нет вообще? на постоянке побыть монтажером нет, это очень сильно убивает здоровье и психологически я всегда нервничал от того, что всегда дедлайны хочешь сказать, я убиваю это? всегда дедлайны и ты не спишь из-за дедлайнов если ты не успеваешь, как правило, ты не успеваешь всегда почти ты просто не спишь у меня постоянно было такое, что я... вот я монтировал Стасу Давыдову ЗЫС хорошо реально? да, я монтировал не ЗЫС хорошо они перестали делать ЗЫС хорошо и там был новостной блок от Давыдова да, я с 12 лет смотрел ЗЫС хорошо и потом вот в 18 лет начинаю работать с ним вообще пиздец, да, жестко и я монтировал новостной блок от Давыдова и там на монтаж меньше суток нет, ровно сутки, понял? заглох? да там не то, что прям очень много монтажа но всегда я не успевал и я спал вот в этот день, типа, знаешь сидел там с двух часов дня, с трех до шести часов утра всю основу доделывал и все, меня рубило, понял, что я просто умираю я ложился в шесть утра вставал в девять по три часа поспал плюс-минус кофейка въебал и дальше до трех часов дня где-то монтировал и под конец всегда проблемы с пуском, блядь, вылазят еще с какой-то хуйней ты все это переделываешь ну вот и, короче, поэтому я бы не стал чем-нибудь, блядь я очень рад, что я закончил эту тему денег это приносит нормально если ты квалифицированный спец в своем деле ты можешь нихуево зарабатывать если ты работаешь не здесь, а на запад все, кто охуенно зарабатывает на монтаже даже у нас они ебать все равно здоровье свои убьют очень наибольшие, да потому что именно в конкретном монтаже не так могут быть вот если ты занимаешься таким дизайном жестким может быть, потому что это лютые делаешь охуенный спец и работай на запад ты можешь зарабатывать кучу тысяч долларов в месяц а нехуя это тоже не так так это работает скажи свое мнение ну кучу тысяч долларов в месяц я имею ввиду типа возьми он там летает 5-10 тысяч долларов в месяц может быть а сколько ты получал за ролик но я демонтировался до сюда выйду интересно кстати я не знаю может это говорить или нет очень мало ну а что думаешь прошло пиздец времени относительно сейчас имеет какое-то значение сейчас да реально цены поменялись все уже, блядь, поменялось да и так и так и так и в другом месте я тоже делал одну видос один видос там где-то около 100 за 100 за видос еб твою мать а что это как будто по-тажер не работал с Америкой да я не развивался ни хуя с 17 лет я вообще у меня была девушка я начал меня за ебал монтаж я работал монтировал только для того чтобы были деньги на жизнь и все отдай молочко голову ну 05 Viber то поприятнее как будто вообще ебать там небо какое-то сказочное я смотрел часто смотрю видосы ребят которые уходят жить типа в лес в одиночку и как они живут там типа вот именно некоторые видосы на youtube знаешь делают из галины что-то месяц а именно вот который уходит мужиками там и типа 20 лет землянки какой-то живут в одиночестве вообще ни с кем не общаются там максимум какой-то радио на фоне у них иногда играет это же он сейчас сказать таких парку дай выпить должен еще сказать барман наличие пармана на линии как обычно как обычно баба артуре товар для выйти и все что угодно сейчас ты понимаешь что ты мог выпить сперма сперма быка ты сказал кого-то ты знаешь детектив я понимаю что ты покупать понимаете что есть она была бы если ты пришел к нам 505 спермы и просто ходил и пил для этого момента понимать что есть работники на ферме которые дрочат коню а были вы понимаете что есть работники на ферме и специальные приборы которые дрочат коню ты вчера чем занимался не этим и я может очень этим и хлопнул дверью как ребенок и этим ну дай пойду в туалет сгоняем просто вайбить а как включается свет здесь где не видать не видать нашел вот такая заслонку ставить заслоночка вот так и все можно спокойно сидеть на унитазе уберу блять и вот садитесь начаться на унитаз душевая кабина если кому-то надо располагаться ремень мы сюда еще безопасности потому что иногда здесь не очень безопасно когда вы едете с друзьями вот так вот сидишь на унитазе блять застряла ёбаная бумага ну и вот так вот говно растряхиваешь блять удобное местечко но самая ламп самая кайфовая местечко это вот это просто ты едешь и наслаждаешься жизнью вот так знаете как в школу едешь на маршрутке знакомая либо не школу просто едешь на маршрутке в городской свое это маршрутный такси садишься на последний ряд и вот так вот в окошко зимой еще поняли стекла запотевшие ты блять и напротив бабка сидит какая-нибудь ворчливая куда хочется ты вот так просто после школы или в школу вот нашел теперь я ботаник алексей как ахуенно вот так едешь друзьяшками бля какой вайп этого дома на колеса я бы хотел присоединиться давай ложись я этого дома все ебал как тут приятно подушки мы накупили набросали вообще приятно но ебал я здесь спал я тоже здесь спал ну что-то как не разной давай куда я вот ближе не могу вложи сайт не вот второму куда я даже придумали у вас у вас родители скооперировались вас назвали одинаково да между саньков будешь о загадываю желание блядь странная картина ебанута прорвались ебать фортанола да пойду установили да есть одна заминка что что на ходу в этой машине нельзя лежать нужно сидеть на кресле специальном для сиденья правда ай саня нахуй упал ебаня не получилось серьезно нахуй идешь оба за нами легавые и просто сзади фурат еще сзади какая-то хуйня из джиппер скрипперс и все нас признанами просто лагеря просто друзья саши ничего не подумайте мы натурал комфортик весь видео которое нельзя пока что показывать илья запретил там илья подлетает чуть ли не до потолка сидим а мистер best бля вот мы сейчас последнюю возможность коллаборации убили и вот прикинь вот единственное вот что от меня могло снимать связать он случайно взорил это нарезку типа и думает какие бланы мистер бейс амсорий амсорий уэри прелел ну себе в теслу то повесил ооо бля сука как будто можно взять блин вонючки не на рыжу что это ставьте лайки пишите комментарии подпишитесь на канал ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то что ну парни стараются делают видосы для вас для нас для всех и и Продолжение следует...